Как могут измениться российско-американские отношения с приходом Трампа? Какие важнейшие задачи можно будет решить? Первое. Борьба с террористическими группировками на Ближнем Востоке. В инаугурационной речи Трамп сказал так, как не принято говорить в США. Он сказал о радикальном исламитском терроризме. Назвал явление своим именем. Сказал, что его нужно разгромить. И здесь большое поле для совместной работы. Мы могли бы стать союзниками, а ничто так не сближает, как борьба с общим врагом. Второе. Расширение НАТО на Восток. Россия воспринимает это расширение как угрозу. Трамп называет НАТО устаревшей организацией. Надо работать над новыми принципами общей безопасности, которые устраивали бы всех. И Россию, и Европу, и США. Такие принципы, которые уменьшали бы количество конфликтов, гасили бы их, а не разжигали, как сейчас. Третье. Украина. Причина антироссийских санкций. Необходимо добиться выполнения минских соглашений. И главный пункт – это автономия Донецкой и Луганской республик. Только в этом случае конфликт будет прекращен. Нам не нужно любви от украинских властей. Но Украина не должна быть врагом. Нужно закрепить внеблоковый статус этой страны. Никакого НАТО. И, конечно, вопрос Крыма должен быть снят с повестки дня. Четвертое. Проводимая США политика мирового жандарма безнадежно устарела. Даже если отбросить моральную сторону этой проблемы, отнестись к этому цинично, порядок важнее. США попросту не справляются с этой ролью. Надо договариваться о сотрудничестве, о зонах ответственности. Миру нужна стабильность и предсказуемость развития. Здесь есть обнадеживающие сигналы. Дональд Трап не говорит о мессианском предназначении Америки. Он вроде бы не собирается лезть с факелом демократии во все уголки мира. Он говорит о национальных интересах США. Это прагматичный подход. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, надо надеяться, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшие месяцы. Пора начинать серьезный разговор. Евгений Баранов проанализирует российско-американские отношения. Воодушевление подавляющего большинства россиян от победы Трампа для окружающего мира – лучшее свидетельство нашего миролюбия и открытости. Свидетельство того, насколько в действительности здесь, в России, никто не заинтересован в продолжении конфронтации, как рады любой, пусть даже призрачной возможности договариваться. Очень важно не фокусироваться и не замыкаться исключительно на фигуре самого Трампа. Мне кажется, подобные прецеденты выстраивания двусторонних отношений между Россией и США уже были в прошлом и не всегда не оканчивались хорошо. В итоге системные противоречия на определенном этапе давали о себе знать. Это создавало такую иллюзию медового месяца в двусторонних отношениях. И, скажем так, потом кризис больно бил по этим отношениям, они разваливались. Вот сейчас очень важно не впасть в такую иллюзию, да, работать на более широкие контексты. Более широкие контексты – это многополярность. Это уже признанный Трампом факт, на котором Россия настаивает вот уже скоро 10 лет. Идея мирового господства вновь потерпела фиаско. Мир, как земля, и мир, как альтернатива войне. И то, и другое сегодня – это баланс интересов многих. А значит и признание наличия этих интересов. Сегодня, когда наши отношения балансируют на уровне противник-враг, мы хотя бы точно знаем, где наши интересы пересекаются, знаем и то, что по некоторым вопросам они неизбежно столкнутся. Но Трамп, в отличие от своих предшественников, в упор не видевших ничьих интересов, кроме своих, это хотя бы понимает. Особенность нынешней ситуации в том состоит, что две страны не испытывают особенных надежд на резкое улучшение двусторонних отношений. И в этом отличие от двух предыдущих попыток от нормализации – перезагрузки при Обаме и резкого повышения уровня отношений при администрации Джорджа Бушева-младшего в начале его президентства. Сейчас понятно, что есть структурные ограничения для глубокой нормализации наших отношений, и, вероятно, две страны не станут союзниками. Уже сейчас, что называется, на берегу, понятно, где наши интересы могут быть общими. Это не распространение ядерного оружия и борьба с терроризмом. Проблема была в том, что исключительное право определять, что является терроризмом, а что нет, американцы, среди прочего, уже давно присвоили себе. Они же до последнего момента решали, кого считать террористами, по своему усмотрению редактируя свой же собственный кровавый список легитимных целей. То, что мы слышим от Дональда Трампа и от его команды, говорит о том, что у них другой подход, и что они не будут прибегать к двойным стандартам для того, чтобы борьбу с терроризмом использовать еще и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей. Поиски компромисса на этом направлении рискуют споткнуться о проблему резко негативного отношения Трампа к Ирану. Его намерение пересмотреть ядерную сделку с Тегераном может серьезно обострить ситуацию на Ближнем Востоке и, если не сорвать, то серьезно осложнить все последние усилия по примирению сторон в сирийском конфликте. С другой стороны, жесткая риторика Трампа в адрес Китая ставит Россию в сильную позицию, как в будущих переговорах с самим Вашингтоном, так и в нескончаемом торге с Пекидом. Сейчас очень многое зависит от первых реальных внешнеполитических шагов новой администрации Белого дома. Только по ним, а не по предвыбранным заявлениям Трампа можно будет судить о том, насколько далеко он готов будет пойти, зная, что его настоящая борьба за власть в действительности только начинается. Конгресс будет торпедировать, скажем так, инициативы Трампа, направленные на сотрудничество с Россией посредством различных законодательных инициатив, СМИ посредством создания такой негативной информационной картинки, и, дескать, Трамп сдает интересы Америки и России. Экспертное сообщество также будет в этом участвовать в большей мере, ориентируя, скажем так, общественное мнение широкое на некую такую вот заданность на сдачу позиций. Отмена санкций, признание Крыма, вывод войск из Польши и Прибалтики, ничего этого в ближайшее время ждать не стоит. Начинающаяся партия – это игра в долгую, и глупо было бы ожидать от партнера, что он будет рисковать, разбрасываясь козырями, еще даже толком не усевшись за стол. Важно разблокировать двухсторонние отношения, они сегодня абсолютно заморожены во всех сферах. Чем быстрее произойдет саммит, встреча президента России и президента Соединенных Штатов, тем лучше, потому что это будет сигнал всему миру о неком новом характере отношений. И этого ждут и в Европе, этого ждут во всем мире. Свидетельством того, какое значение в мире придают этой встрече, стало место, в котором она якобы должна состояться. Не дождавшись инаугурации Трампа, мировые средства массовой информации принялись обсуждать возможность ее срочного проведения в столице Исландии. Напомним, что именно в Рейк-Ярике состоялась встреча Горбачева с Рейганом, ставшая мифическим прологом к окончанию Холодной войны. Однако не только место, но и саму возможность такого саммита в ближайшее время немедленно опровергли и в Вашингтоне, и в Москве. Это не будут предстоящие недели. Давайте надеяться, что такая встреча состоится в ближайшие месяцы. Владимир Путин к ней готов. Больше всего этой встречи ждут и боятся именно в Европе. Незадолго до инаугурации на встрече Трампа с журналистами «Таймс» и «Бильд» главный редактор немецкого издания задал, как ему показалось, каверзный вопрос. Кому избранный президент США доверяет больше? Владимиру Путину или Ангеле Мерке? Я доверяю обоим. По крайней мере, изначально. Посмотрим, как долго это продлится. В одной фразе вся внешнеполитическая концепция. Отныне нет больше ничего само собой разумеющегося. Ни пресловутой солидарности Запада, ни безальтернативности НАТО, ни чьей-то заведомой исключительности не табу. Все вновь становится предметом торга. Европа меньше других оказалась готова к такому повороту событий. Сейчас, когда суверенные интересы государств вновь постепенно становятся основой международной политики, расползающийся Евросоюз так и не выработал ничего своего. Частные же амбиции и предпочтения его лидеров оказались слишком подчинены интересам тех, кого Трамп только что с таким трудом выпроводил из Белого дома. На мой взгляд, ставится несколько задач, может быть, их больше, но некоторые из них очевидны. Первое – подорвать легитимность избранного президента США. Вторая задача – это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещания американскому народу, как внутри страны, так и на внешней арене. Конечно, наверное, нюансы возможны. Осадочек останется. Но всё-таки всё встанет, в конце концов, на своё место. Так же, как и уверен, удастся в конечном итоге восстановить нормальные, отвечающие интересам как народов Европы, так и народов России, так и народов Соединённых Штатов. Нормальные межгосударственные отношения, которые будут способствовать развитию мировой экономики, стабилизации в мире и обеспечению безопасности. В конце концов, всё станет на своё место. Российский лидер говорил об этом в Кремле на пресс-конференции по итогам встречи со своим только что избранным молдавским коллегой Игорем Дадоном. Его победа на выборах, а также рост популярности других европейских политиков, провозгласивших суверенитет и независимость своей целью, всё это стало косвенным следствием успеха Трампа. И эта тенденция будет только укрепляться, если Россия и США удастся как минимум избежать дальнейшей конфронтации. В ближайшее время в ключевых странах Старого Света выборы. Это хорошо понимают и в Москве, и в Вашингтоне. При этом Восточная Европа и Республики бывшего СССР были и пока остаются наиболее чувствительной и самой взрывоопасной областью наших непростых взаимоотношений. А все взрыватели пока ещё в руках тех, кто знает, что проигрывает, но не может смириться с поражением. И самое важное сейчас – не спровоцировать их на самоподрыв. Евгений Баранов, Евгений Маруськин и Александр Гусев. Воскресные. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...